ТОП 4 ТОП 4 ТОП 5 ТОП 5 ТОП 6 ТОП 6 ТОП 6 ТОП 6 ТОП 6 ТОП 6 С левой стороны фотография. Вот это вот тот момент, когда Эдуард Васильев был на уровне менеджера 15%. Александра Васильева увидите по центру? Это тот момент, когда Александр Васильев, сегодняшний ведущий, на уровне 12%. А Сергей Ивановича видите? Да, это менеджер уровня 9%. Круто. Вот я специально искал эти фотографии. С правой стороны вы видите сейчас фотографию. И эту историю мне напомнил Сергей Васильев. Сереж, встань, пожалуйста, еще раз, чтобы все понимали, о ком я говорю. Он сегодня выступал здесь. Это наш первый выход на природу с первой ключевой командой. Понимаете, в чем дело? Я вот сразу хочу вам сказать. Мы не знали тогда таких понятий, как команда образования, не было умности, постановки целей, планирование, дедлайн и так далее, и так далее. Было просто, можно я скажу откровенно, дикое желание жить хорошо. Кто мне понимает, о чем я говорю? Просто дичайшее желание жить хорошо. Понятно, да, идея? И вот что главное, вот здесь вот понималки появилось. Я благодарен. Я не знаю, кому благодарен. Мы поняли сразу, что здесь нужно формировать команду. И вот это вот пруд, это пруд, называется побои. Вот он рядом с чебоксарами. И вот когда мы были там, бухали, ребят. Я вот всем, кто там был, сказал, придет время, и мы будем с вами ездить на международные конференции. Мы будем с вами отдыхать в самых лучших отелях мира. Ребята, видели мы это вживую? Нет. Но мы это видели вот здесь. Это было наше видение. И мы не просто это видели, мы не просто это говорили. Мы жили этим, дышали этим. Ребят, задумайтесь, пожалуйста. Знаете, что меня драйвит сейчас? Сейчас, скажите, пожалуйста, если вы хотите стать бриллиантом, вы вынуждены изменить жизни многих людей вокруг? Можете вы стать бриллиантами, не улучшив жизнь нескольких людей вокруг? Нет. Вот знаете, что у меня драйвер? Все наши достижения, они меняют этот мир к лучшему. Там, где ты живешь. Понимаете, в чем дело? Когда мне кто-то говорит, вот жизнь говно, я говорю, ну кто-то же должен ее менять? Кто-то должен? Где менять? Ребят, скажите, где? Когда мне некоторые говорят, мотивации не хватает, я говорю, заработай деньги и сделай ремонт в каждом подъезде своего дома. Человек мне говорит, а с хера я, а не с хера ты. А почему не ты, блин? У меня теща, директор в Reflame, она на свои деньги, заработанные в Reflame, сделала ремонт в своем подъезде, в пятиэтажном доме. За свои деньги, ребят. Почему не она? Понимаете, о чем речь? Там, где у нас был дом в свое время, там, ну, блин, не стелили асфальт нахер. Ну и что я за свои деньги застелил улицу, и что? Почему не я? Понимаете, в чем дело? Ну, так, может быть, каждый из нас начнет со своего подъезда, со своего дома. Понимаете, в чем дело? И все мы живем в материальном мире. Нам нужны богатые люди. Скажите, если денег больше будет у злых людей, зла больше будет? У меня всегда возникает вопрос, добрые, хер ли вы бедные, блядь. Я понятно объясняю? Если денег будет больше у добрых. В свое время батюшка здесь, в одной церкви, сказал мне, когда он меня завел в церковь, он мне сказал, посмотри вокруг. А меня задолбали на первых презентациях, когда я еще не был таким подкованным. Мне задолбали этим говорить, что там деньги не главное, и так далее, и так далее. У нас сын ходил в вечернюю школу, воскресную, вернее, школу. Я у батюшки спросил, как церковь относится к деньгам. Он меня завел в церковь нашу, воскресенская церковь. Он сказал, посмотри вокруг все, все в золоте. Церковь никогда не была бедной. Понимаете, никогда. Бедным себе может позволить быть только тот, кто богат духовно, а это святые. Поднимите руки, святые. Все остальные обязаны быть богатыми. Если у тебя есть руки, ноги, понятная идея, херачить надо, пахать надо. Тогда результат будет. Вот это тоже откапывал. Это мой первый калаш. Что там? Не знаю, работает это или нет, но вот сработало. Понимаете, в чем дело? Вот оно сработало. Сейчас эта тачка, лучше сейчас стоит тачка, она стоит там. Понимаете, в чем дело? И когда мне начинают некоторые говорить там, переплачиваешь 20% за бренд или еще что-то, я говорю, что еще придумаешь, блин? Ну что еще придумаешь, блин, чтобы оправдать себя как-то? Не упали мы сверху. Первый распечатка, информ-лист. Васильева Наталья Вячеславовна. Первые два человека в команде вместе с нами. Сколько премия? 86 рублей. Первая премия. Вам легко, вы показываете. А тогда, что показывать мне, блин? 86 рублей. Понимаете, в чем дело? Пропили штуку. Серьезно говорю. Штуку пропили, блин. 86 заработали, штуку пропили. Ребята, это один из секретов. Если кто-то из вас застрял на каком-то звании, я сто пудов уверен, не обмыли какие-то предыдущие звания. Не обмыли, блин. Я серьезно говорю? А? Уже могу. Обмывать нужно. Понимаете, в чем дело? Праздновать. Достижение нужно ставить всегда восклицательный знак. Добился результата. Отметить обязательно. Вот все, что я говорил сейчас. Ребята, вот это вроде бы незаметные вещи, но это вот внутренняя установка. Это моя самая любимая фраза. Одна из моих любимых. Если вы неверно застегнули первую пуговицу, все остальные, даже застегнутые пуговицы, уже автоматически неверно застегнуты. Кто согласен с этим? Вот верно застегнутая пуговица, это вот здесь верно установка. Согласны с этим? Ну, верная установка. Понимаете, что я делаю? Когда мне кто-то начинает говорить там, логичные, вот это, вот это, вот это, все логично говорит. Знаете про логику анекдот? Поднимите руки, кто не знает про логику анекдот. Я очень люблю мужской формы, потому что здесь можно такие вещи рассказывать. Логично можно оправдать все, что угодно. Доказать можно все, что угодно. Это знаете, как один мужик всех называл передастами. Так можно говорить. Такое слово есть. И он логично доказывал это все. Жену это достало, она сказала, ты либо лечишься от этого, либо мы разводимся. Ну, в общем, он пошел к психологу, тот сидят друг против друга, и тот показывает ему фотку. Там на фотке, короче, гуси летят клином на юг. Он говорит, что вы скажете, глядя на них? Он говорит, ну что сказать, передаст ты на юг полетели? Он говорит, почему передаст? Он говорит, давай рассуждать логично. Кто может лететь сутками напролет, глядя другому в жопу? Ребят, логично? Ну, блин, извращенная логика? Ну, логика, понимаете, в чем дело? Он начал показывать фотки. Он показывает фотку, там, мужики, ну, знаете, реально такие, бородатые, закусь, водка, все нормально. Он говорит, кто? Ну, вот что вы скажете про них? Он говорит, ну что, передаст ты. Почему? Он говорит, давай рассуждать. Водка есть, закусь есть, а женщин нет. Логично? Ну, извращенная логика, ну, логично. Он показывал ему клоунов, кто это? Понятная идея? Все, короче, он уже, доктор уже не может, и он говорит, давайте консилиум соберем, ну, вы придете потом. Тот говорит, не проблема. Выходит из кабинета, через несколько минут забегает, говорит, доктор, а вы тоже передаст? Он говорит, я-то с хереном. Он говорит, а откуда у вас такие передастические картинки-то? Либо вы будете логику выстраивать, которая будет оправдывать вашу бедность, неуспешность, и будете искать тех людей, у кого здесь не получилось, найдете? Найдете. Я вам еще и покажу этих людей. Но если вы будете искать примеры людей, у кого получилось, найдете вы их? Ребят, ну, какой логика еще объяснить, блин? Ну, как еще сказать, что здесь деньги есть? Вы видели, сколько здесь чеков стояло? Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в следующем году больше будет? По-любому. Либо ты еще один год будешь выстраивать вот эту перелогику, либо ты в конце концов возьмешься и выйдешь с чеком сам сюда. Вот просто возьмешься. Почему мы рассказываем о наших достижениях? Почему это важно? Раньше я, ну, тоже думал, зачем? Да надо показывать, ребята. Надо. Понимаете, в чем дело? Надо. Вот сейчас мы купили квартиру, о, вернее, дом в Москве. Это Новая Рига. Ну, в общем, это Виладжо Эстет. Рядом со мной соседи сейчас Миллер, глава Газпрома. Все звезды эстрады практически, ну, понятные идеи, крутые. Вот это то место, где мы купили недвижимость еще. Я простой лапсарский парень, родившийся в деревне Байсубино Красноармейского района Чувашской республики. Идеи понятны? В копилке порядка 50 стран мира путешествия. Это то, что меня драйвит, ребят. Путешествия. Понятная идея? Но это не то путешествие, когда один раз в Турцию съездил и потом задолбал в течение года всех, блин. Всех, блин. Своим рассказами, блин. Как ты хер... Ну, понятная идея? За три дня отбил стоимость всей путевки, блин. Ну, потому что он inclusive. Ну, понятная идея? Ребята, вы будете путешествовать самым лучшим образом. И вы будете, не будете считать, сколько стоит это путешествие. Первая тачка была двойка. Кто разбирается в машинах, сейчас скажет, это же четверка. Первая была двойка. Знаете это? Когда раз-два, раз-два, вот так вот, блин, на двух ногах, блин. Потом появилась четверка. ВАЗ-21043, блин. Я не знаю, кто на ком ездил, но у меня ощущение, что она на мне больше, блин. Кому-нибудь знакомо это? Сейчас два авто. Мерседес Е-класс купе и BMW X6. Вот просто нравится мне это. И за обе переплачиваю за бренд, блин. Понятная идея? За обе, блин. Два путешествия, оплаченных компанией Reflame. Посмотрите за прошлый год. Первое путешествие, видите, с левой стороны, это круизный лайнер, 378 тысяч. С правой стороны, Майами, 950 тысяч. Посчитайте в сумме, у кого хорошо с математикой. Миллион двести. Ребят, вот я работал в Газпроме до этого. Блин, мне за 8 лет в Газпроме один раз подалили путевку на два дня на базу отдыха Волга в Нижегородской области. Знаете, что мне нравится в нашем бизнесе? Здесь никто не будет смотреть на то, сколько у тебя дипломов, какая длина твоих ног. Понятная идея? Здесь все четко и конкретно. За что нам платят большие деньги здесь? За развитие директорской команды. Точка. Вырастил ты две директорские команды с товарооборотом по 300 тысяч и получил свой процент, примерно 10% с этого. 60 тысяч твой доход. Просто это. Вырастил 6 команд с товарооборотом по 300 тысяч каждый. Миллион 800 создал товарооборот, получил примерно 10% своего дохода. Просто это. Просто это делать надо. Понятная идея? Делать надо. Вот с этого начался мой бизнес. Потребление продукта. Понимаете, в чем дело? Просто пользуемся простым продуктом. По-любому бы этим пользовался. Пользовался? По-любому. Вот от наведжа скажу от себя просто. Вот этот продукт сейчас, я настолько кайфую, что он появился у нас. Кто уже держал в руках даже вот этот продукт, сам продукт? Скажите, достойно это? Офигенное просто. Помимо того, какое еще, да, то есть, ну, качество этого продукта. Итак, быстрые бизнес-хаки, лайфхаки. Что нас привело к этой жизни? Первое, это концентрация на своей цели. Я сейчас поясню, что это значит. Наша цель была изначально бриллиант. Ребята, не цельтесь директора, не цельтесь золотого. Мужчины, вам говорю, минимум бриллиант. Договорились? Минимум. Если вы до этого думали про 7500, перестаньте думать про 7500. Это значит, ты думаешь только про свой результат. 6 групп. Понятная идея? 6 групп. Концентрация. Я сейчас объясню, что это такое. Кто-то, может, знает эту историю, но я просто ее расскажу. Вот это празднование нашего достижения, уровень сапфирового директора. Ребят, мы жили в своем загородном доме. Он выглядел следующим образом. Люстра, видите, какая люстра? Лампочка. Стол, видите, какой? У нас было, вот это была самая оборудованная комната с обоями. У нас был диван там, понятная идея, и кровать для сына. На кухне у нас был, вот кому знакомы вот эти белые столы такие, знаете, вот советские. Вот такой стол, буфет, воды не было. Понятная идея? Проведенный в дом. Поэтому я на колонку за водой ездил. Посуду мыли, собирали в пакет, в большой посуду, завозили в поселок, на квартиру к Наташиной маме, и там мыли в ванной. Потом привозили ее. Понятная идея? Туалет был био. Сапфировые директора закрытые. И вот мы приглашаем к себе директоров впервые отмечать это звание. Прикидываете? Мы с Наташей представляли состояние наших лидеров, которые едут. Мы представляли, как они сейчас едут. Они едут видеть, что? Мотивацию для себя. Мы знали, что будет. Когда они зашли, они офигели. Но это я так мягко выразился. Это по глазам надо было видеть. Потом мы ребяту садили, им сказали, знаете, у нас денег сейчас на счету, на банковском. Да и на. Но цель наша какая? Бриллиант. Ребят, знаете, какую основную ошибку многие совершают? Они зарабатывают первые деньги. И начинают, можно я скажу конкретным словом, фуньей заниматься. Они начинают обои переклеивать. Они начинают какой-то фигней заниматься. Понятная идея? У нас была цель бриллиант. Просто когда мы бриллианта закрыли, мы наняли бригаду, которая за три месяца снесла нам второй этаж, потому что он нахер нас уже не устраивал. Построил его заново и за три месяца отбабахало все. Первый этаж у нас стал. Гостевая ванная комната, кухня столовая, домашний кинотеатр, комната Яна, мой деловой кабинет. Второй этаж. Большая комната, студия на 80 квадратов, две гардеробные комнаты, наша ванная комната, зимний сад, кабинет у Натальи и наша спальная. Понятная идея? За три месяца профессионалы сделали то, что должны делать профессионалы. У нас просто на это были деньги. Услышали идею? Но мы видели, как много параллельных лидеров занимались фигней. Улавили эти идеи? На какие-то первые денюжки они что-то начали быт обустраивать, какой-то, да нафиг нужно. Услышали идею? Поднимите руки, кому стало понятнее, что такое концентрация на цели. Следующий момент. Сила ежедневных действий. Что это такое? Делать сегодня простые действия. Это приглашать людей. Вот скажите, пожалуйста, нам, чтобы вырастить новые команды, что нужно делать? Приглашать людей, работать с новичками, так или нет? Ребята, делайте работу с душой. Не правильно, а с душой. Вот от чистого сердца, с азартом, с куражом. Тогда вы будете обгонять тех, кто работает правильно. Понятно объясняю? Если не знаешь, что делать, спроси. Если знаешь, сделай. Следующее. Лайфхак. Жесткое, гибкое управление временем. Что это означает? Четкий ежедневник. С левой стороны у меня записаны четкие, жесткие дела. В какое время скайп, в какое время звонки. Понятная идея? В какое время вебинары. С правой стороны написаны гибкие задачи. Обзвоны сделать и так далее. Поэтому если что-то отменяется в графике, то я вместо, например, мне звонит партнер и говорит, скайп отменяется, не проблема. Значит, я буду вместо отмененного скайпа делать прозвон по новым партнерам. Дальше идем. Самообразование. Читать, изучать. Вы знаете, вот что базовое. Вот сегодня Геннадий сказал об этом. Базовое хочу вам сказать. Коллендж, ребят, это основа сетевого бизнеса. Коллендж, все книги изучить. И Трампа, почему Трампа? Чувак, согласитесь, сделал себя сам. Вот он научил меня. Его книги, вернее, научили меня. Именно характеру, чемпионскому характеру. Три кита бизнеса. Нам нужно стать профессионалами в трех вещах. Первое, это построение сети. Второе, это формирование команды. Третье, это создание и управление системой. И не надо ничего усложнять. Скажите, на первом этапе, пока ты новый партнер, у тебя будет система похожа с директором. Да нет, не надо ничего усложнять. Все по-простому. Что такое система? Система, это простые повторяющиеся действия. Вот и все. Просто ориентир держите в этих трех направлениях. Следующее, верное отношение к неудаче. Что такое верное отношение к неудаче? Когда мне кто-то говорит, вот, там, не получается и так далее, так далее. Я говорю, и что? И что? Ну, дальше что? Вот не получается. Я думал долго, выкладывать, не выкладывать. Потом решил не пугать. Но сейчас все-таки скажу вам. У меня был период в этом бизнесе. Напугать вас немножко? Давай напугаю, чтобы слабаки, бля, вальнули сразу нахер отсюда. Напугаю сразу, хорошо? У нас был период такой. Мы были с Апфиром. Четыре команды. Четыре, четыре, четыре. Потом три команды. Две команды. Одна, одна, ноль. Круто? Из четырех команд осталось сколько? Ноль. Был такой период. У меня есть аналитический отчет. Я его показывал своим ключевым. Показывал? Поднимите руки, кому показывал ключевым. Вот они поднимают руки. Они видели. Ноль. Но потом, слушайте дальше. Ноль. Одна, две, три, четыре, четыре, шесть. Через шесть каталогов после нуля стало шесть групп. Ребята, когда у нас было ноль, мы думали с Наташей не о том, как восстановить четыре, мы думали о том, как сделать шесть. И когда параллельный, некоторые говорили, ну знаете, такие вот, есть же такие, знаете, похлопывают типа по плечу, ну ничего, ничего, типа. Ребята, когда кто-то из вас говорит, я упал, я говорю, как упал, с восемнадцати на двенадцать. Я говорю, ты вообще не понимаешь, что такое упал вообще. Я просто хочу вам донести эту мысль. Другие, пофигу, что происходит. Вопрос, куда идешь дальше. Услышали идею? И не надо делать видимость успеха. Да, обосрался, да. Но вопрос, что я буду делать дальше. Услышали идею? Поэтому, вот сейчас, пофигу, что было до сегодняшнего дня. Парни, что дальше? Поняли идею? Что дальше? Мое любимое выражение. Куда вы повернете своей попой? В будущее или в прошлое? Ну скажите, по логике, если ты лицом в будущее смотришь, попа куда смотрит? Если ты лицом в будущее смотришь, а если ты в прошлое смотришь? Понятная идея? Какие наши амбиции? Я сегодня просил многих наших друзей, кто выступал, поделиться своими амбициями. Фиг остановимся. Вот я фиг остановлюсь. Просто у одного автора, в одной книге я прочитал такую фразу. И это стало моим девизом. Знаете, до какого момента я буду работать? Сказать? До смерти. Вот звучит как-то непонятно, да, вроде бы? Я просто никогда не остановлюсь. Услышали идею? И меня восхищают люди, режиссеры, которые работают до последнего дня своей жизни. Есть такие? Композиторы, которые пишут музыку до последнего дня своей жизни. Меня восхищают спортсмены, которые не бухают после, а двигаются дальше. Услышали идею? Поэтому, когда некоторые говорят, почему вы не остановлюсь? Да я фиг остановлюсь. Кому близка такая философия? Вот если это близко, то вы в правильном месте. Я хочу более качественный уровень жизни. Я хочу иметь более крутую недвижимость. Я хочу путешествовать первым классом только. Понятная идея? Еще жизнь может быть более качественной, более интересной. Не только для себя я это хочу. Это пример для близкого окружения. Следующий момент, что мотивирует. Вот давайте я сейчас сразу уберу мысль, если у кого-то до сих пор есть, ну правильно, вы раньше начали. Да, вы правы, мы раньше начали. Вы правы. Да, повезло. Да, вы правы. Вопрос, что дальше? Год назад, когда мы закрыли исполнительное звание, кто был на том мероприятии, ну я, наверное, сейчас больше к нашей команде обращаюсь, я там сказал эту тему. Да, мы раньше вас начали, но вопрос, что дальше? И мы сказали, наша следующая задача вырастить новых 12 директорских команд. Было такое? Я сказал, дальше следующее. Вам, чтобы стать бриллиантом, надо вырастить сколько? 6. Давайте, я говорю, забьемся, кто из нас раньше? Вы свои 6 или я свои 12? Ребята, в прошлом каталоге мы открыли 13-ю директорскую команду. 13-ю. На подходе еще 2. Смотрите, нам, чтобы стать президентами, сколько надо еще директорских команд открыть? Еще 11. Сейчас 13 есть, еще 11. Парни, а вы свои 6 для начала, кто сделает? Поэтому, какая фиг разница, когда я начал, раньше или позже? Уловили идею? Каждому из нас сейчас надо растить новые директорские команды. И есть еще одна мечта Натальи Васильевой. Давнишняя, если кто-то читал наши давнишние Мири Рефлейм статьи, там написано, что мы хотим построить, у нас есть один проект, благотворительный проект. И мы, это будет наш подарок нашей республике Чуваши. Стоимость этого проекта, это благотворительный проект, 10 миллионов долларов. Я считаю, если я в год буду зарабатывать 200 тысяч долларов, то это 50 лет. Что-то как-то меня не устраивает. Если я буду зарабатывать миллион долларов в год, это не есть, не пить, это еще сколько? 10 лет. Вы поняли идею? Сейчас я еще раз повторюсь, я по-любому сделаю так, чтобы Наташа осуществила этот проект. Это ее мечта. Но я помогу ей осуществить ее мечту. Идея понятна? Поэтому у меня драйва, энергии дофига. Я сам не успокоюсь. И тем, кто рядом, не дам успокоиться. Идея понятна? Что мы будем для этого сейчас делать? Интересно это? Что мы сейчас будем для этого делать? Первое, что мы сейчас выбрали? Я прекрасно понимаю, что больших грандиозных результатов можно добиться только позиций выиграл-выиграл. Знаете, есть четыре позиции. Знакомы с этим? Позиция номер один. Проиграл-проиграл. Это типаж людей, которые на презентации либо на такой встрече сидят и говорят. Ага, это я буду расти, а ты будешь звание, да, новое получать. Фиг там. Пускай моя корова сдохнет, но у тебя две. Ребята, у таких фиг что получится. Согласны с этим? Есть люди с другой позиции, живущие. Выиграл-проиграл. Знаете, кто это? Сволочи. Они в лохотроны идут обычно. Это люди, которые идут в лохотроны. Понятная идея? Осознанно идут туда, чтобы заработать бабла, но за счет других людей. Это люди, живущие с позицией выиграл-проиграл. Есть третья категория людей. Это люди, живущие с позицией проиграл-выиграл. Вот я жил так в Газпроме, например. Скажите, вот вы, если ходите на работу, все устраивает? Доход? Да нет, конечно. Все бы устраивало, не было бы здесь. Выигрывают твои работодатели? Выигрывают. Это жить в позиции, я проигрываю, но выигрывает кто-то другой. Вот мы выбрали позицию, выиграл-выиграл. Ребята, когда мы пересмотрели еще сейчас новые свои цели, я сейчас буду еще больше отдавать всему Арифлейму. Но не всему Арифлейму. Я не люблю больше всего, чтобы вы знали, пылесосов. Это те, кто живут в режиме дай-дай. Поэтому сейчас в этом зале объединены команды людей отдающих. Вы согласны с этим? Я аплодисменты хочу дать всем топово, кто живут по этой позиции. Выиграл-выиграл. Станьте, пожалуйста, друзья, золотые директора и выше всех структур компании Арифлейм. Аплодисменты вам. Вот здесь я верю, что здесь только отдающие. Понятная идея? Пылесосов здесь нет. Следующее, что нам поможет? 10% успеха это знание. Ребята, это всего лишь 10%. Уловили идею? То есть мы учимся не для того, чтобы быть умнее. Чуть-чуть где-то тут подправили, там подправили, только делая. Вот, ребят, я научусь, только делая. Правильно ли я веду Инстаграм с самого начала? Нет. И до сих пор я знаю, ошибки делаю. Но я научусь, только делая. Понятная идея? Знаете, как я учусь? Мне некоторые говорят, слушай, Эдуард, вот тут тебе надо вот это изменить. Я говорю, окей, спасибо. Понятная идея? Только делая можно научиться. Вместо того, чтобы ждать, там 10 каких-то обучений пройти и до сих пор делать, ну, медленно. Делать нужно быстро. Даже если ошибаешься, надо быстро ошибиться и справиться. 40% успеха. это установка на результат. Давайте сразу хочу вам сказать, если вы будете работать, я попробую, даже не начинайте, просто не начинайте. Услышали идею? Только установка, до результата, точка, все. Я делаю до результата, до бриллианта, до исполнительного, до президента. Какая ваша планка? Следующее, это окружение. Знаете, по большему счету, я скажу, даже не 50, наверное, 10% знания, 40% мышления, мы сказали, но у меня ощущение, что успех, это, наверное, 90-99% окружения. У кого есть такое подозрение? Вот ближнее окружение, напущенный выстрел, не подпущу к себе негативщиков. Понятная идея? Знаете, чем опасен негатив? Вот мой наставник этому меня учил, Володя Полежаев. Сказать чем? Своей справедливостью. Негатив справедлив. Человек говорит, регион бедный, денег нет, мало кто чего хочет. Прав человек? Прав. Но кто-то в этих же условиях растет. Москва, блин, никому ничего не надо, блин, возможностей много, блин. Прав он? Прав. Но кто-то в этих же самых условиях будет расти. Услышали идею? Я работал в поселке Лапсары, блин, знаю, что это такое. В Чебоксарах работал, сейчас в Москве, блин. Там, где я буду жить в Москве, про рефлейм будут говорить только хорошо. Поняли идею? И вот я подхожу сейчас к кульминации, к самому главному. Скажите, пожалуйста, много ли вы знаете профессионалов сетевой индустрии, именно профессионалов высокого качества, экстракласса? Скажите, кто чувствует, что нам, вот нам с вами, этим залом, надо бы пора начать формировать сообщество профессионалов сетевой индустрии. Не тех, кто бегает только за баблом из одной компании и скачет другую, а тех, кто делает профессиональный сетевой бизнес и делает его качественно? Вот кто чувствует, что вот пришел момент и это нужно делать, объединяться и делать? Супер. Значит, кто-то же это должен делать и мы будем это делать с вами. Как вам сегодняшнее мероприятие вообще? Крутое? Скажите, это завершение или это начало? Если начало, то начало чего? Дорогие друзья, дорогие друзья, сейчас самое главное. 9 февраля 2019 года, 9 февраля, я не ошибся, 2019 года, это уже согласовано с топ-менеджментом компании Reflame, состоится следующий всероссийский мужской бизнес-форум в городе Москва, на котором будет весь топ-менеджмент компании Reflame, включая Магнуса. Я вам скажу даже больше. Мы объявляем промоушен, квалификационный период, с третьего каталога текущего года по первый каталог следующего года. Все, кто вырастет, плюс две новые директорские команды, попадут на эксклюзивный ужин с топ-менеджментом, с мужчинами компании Reflame. Круто? В следующем году мы сделаем очень крутой спикер-форум на котором будут выступать только новые результаты с уровня бриллиантовый директор и выше. Мужчины, понятное дело. В следующем году мы планируем всем спикерам новым бриллиантовым и выше сделать расселение в одном из лучших отелей Москвы. На мужской форум их привезут представительские мерседесы. Понятная идея? Это будет самый крутой мужской бизнес-форум, который мы когда-либо делали вместе. не считая сегодняшнего дня. Как вам такая идея? Впереди 15 каталогов и 2 недели. По-другому это 48 недель, а по-другому это 350 дней. сегодня в 24 часа станет уже 349 дней. Много это или мало? Решаем. Смотря для какой цели. Кем ты решил быть на следующем мужском форуме? В каком статусе? В каком звании? С какой командой ты будешь на следующем мужском форуме? Так что, дорогие друзья, сегодняшний мужской бизнес-форум это начало, это только начало. Поэтому не важно, что было до сегодняшнего дня. Я завершить свое выступление хочу тем, что сказал сегодня Сергей Васильев. Кто еще не успел, сожгите себе мост, как сказала сегодня Мария Колосова. Напишите у себя в соцсети, какой вызов вы себе объявляете. Понятная идея? И прикрепите это. Пусть все видят, какой вызов вы берете на себя на следующий год. Кто возьмет на себя вызов? Кто сожгет мост? Уже сделали.